Добрый день! Что у меня новенького? В принципе ничего. Кошка орёт, я разговариваю. По покупке на сегодня только куриные грудки. Покажу вам. Вот столько их получилось. Много. 4 грудки. Но это надолго. Без костей, без кожи. Что я с ними делаю? Беру и каждую грудку в озенный пакет. Вот так вот. Для того, чтобы потом положить в морозильную камеру, чтобы они не слиплись. Это первая, сейчас вторая, сейчас выложу третью, третья и четвёртая. Всё. Четыре грудки. Они ранее не замороженные. Они совершенно свежие. При мне всё это разделывается. Не сама живая курица, конечно, убивается. Им завозят части уже. Но они иногда даже не успевают обработать. Поэтому шкурку они убирают при посетителях. Косточки тоже убирают при посетителях. Всё это свежие, чистое. Покупаю я на рынке у частного продавца. Так как я покупаю там постоянно, они мне делают скидку. Четыре грудки. За четыре больших, очень больших и крупных я заплатила 13 евро. Я могу взвесить и убедиться, что они более полукило. Одна такая грудка весит 800 граммов. Поэтому получается, что я четыре грудки купила. Каждая по 800 граммов. И за всё это я заплатила 13 евро. Что я с ними делаю? Мне нравится отварная грудка. Я могу просто отварить грудку и потом есть её или с рисом, или с гречкой, или с овощами. Вот. Ничего готовить я не буду из неё особенного. Запекать я не буду. Просто купила для того, чтобы был белок у меня в моём рационе. Кошка орёт, но если честно, она терпеть не может вообще никакую человеческую еду. Ест она только свою еду. Скоро я буду покупать еду кошачью. Тоже сделаю обзор, покажу, что у нас продаётся. Какие цены, тоже расскажу. Если покупаю негрудку, то беру скумбрию. Мне очень нравится скумбрия. Тоже свежую беру. Не замороженную, а свежую. Сама разделаю её. Мне она нравится, потому что костей там мало. Мелких вообще нет. Люблю жирную рыбу. Ароматную рыбу. Речную я никогда не беру. Она подванивает. Костей немного. И у меня она невкусная. Не люблю речную, только морскую рыбу. И то, чем жирнее, тем лучше. Вот такие покупки на сегодня. 13 евро. 4 грудки свежие. Сейчас положу всё в морозилку. А если я решусь что-нибудь готовить, и вы сподвигнете меня на это, то я думаю, что всё это я вам покажу. Может быть, и засниму. А может быть, даже устрою когда-нибудь мукбанг. Вы знаете, что это такое. Но пока что сегодня ничего готовить я из курицы не буду. Ну вот. Приятного просмотра. Говорите, что вы предпочитаете, какие части курицы вы берёте, как вы её готовите. Если готовите что-то из грудок, поделитесь советом, рецептами. Может быть, что-нибудь такое интересное у вас есть, какие-нибудь сюрпризики. Хотя, знаете, сейчас в интернете столько рецептов всяких, что диву даёшься. И в ютубе есть повара, которые чудеса творят. И любители, и профессионалы. И столько много разных кулинарных сайтов. Но я этим всем не пользуюсь. Просто потому, что я пытаюсь как можно реже заходить на кухню. Не люблю. И не люблю, и не интересно, и не хочу. И мне чем проще еда, тем она вкуснее и полезнее. Я даже, когда готовлю, никогда никуда не добавляю соль. Бывает так, что мне нужна соль. Что я делаю? Тогда я ем сыр. Если действительно хочется соли, я могу съесть, синить. Потому что это жирная рыба, да? Но если я готовлю мясо, рыбу, кашу, рис или гречку, я никуда дополнительно никакую соль не кладу. А сыр, да, сыр я ем. И мне этой соли достаточно. Но сыр я ем не каждый день. О своей еде, диетах и обо всем подробно я расскажу в других видео, если найдутся люди, которым это все будет интересно. Ну вот и все на сегодня. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok